И снова доброе утро, наши телезрители. В продолжении программы, конечно же, хочу представить гостя. Но вначале хотелось бы сказать, что Камрадский государственный университет сотрудничает с различными вузами Турецкой Республики. Это мы знаем. Это дает возможность нашим студентам в рамках программы Erasmus+, обмениваться студентами ГГУЗИ и Турции. Студенты Камрадского университета выезжали на обучение в турецкие университеты на разное время. Одной из участниц программы Erasmus+, стала наша коллега Татьяна Казаку, студентка Камрадского государственного университета факультета национальной культуры. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Добро пожаловать домой. Спасибо. Вам удалось максимально использовать возможности программы Erasmus+. Поговорим сейчас непосредственно о данной программе и о том времени пребывания, за которое вы побывали в красивом одном из городов Турции и Республики. Почему вы решили вообще стать участницей программы Erasmus? Вы абсолютно правильно сказали, что я максимально использовала свою возможность участвовать в этой программе Erasmus, потому что программа изначально была рассчитана на полгода, и потом у меня появилась такая возможность продлить еще на полгода, поэтому все мое пребывание в Турции – это целый год. Как я решила попасть в Erasmus? Наверное, когда я только поступала в университет на гагаузский и турецкий языки, я ни гагаузский не знала, ни турецкий не знала, но я уже знала о той возможности, что по программе Erasmus я смогу в один из университетов Турции поехать, и там смогу выучить турецкий. Изначально это у меня мысль была в голове, и поэтому через год моего обучения в университете появилась такая возможность. И не было никаких сомнений о том, поступать или не поступать. ВУЗ, все-таки преподаватель вам, выбор ВУЗа предоставился вам? Либо куда определили вас преподаватели из университета? Хочу сказать, что до, наверное, за три месяца до поступления на программу Erasmus я общалась с моим преподавателем Сгюлю Ходжа, мой преподаватель гагаузского и турецкого. Она мне сказала, что если у тебя будет такая возможность по Erasmus куда-то поехать, не выбирай университет. Университет Сечме, там вам действительно дым. И через три года, в мае месяце, только Севазский университет в городе Севаз открыл объявление о наборе по программе Erasmus. Я думаю, ну, Севаз, ладно. Юлия Ходжа сказала, не выбирать университет. Не выбирать, так не выбирать. И год назад у меня действительно не было выбора по поводу выбора университета. Сейчас очень много выбора есть у студентов. Тогда почему-то, я не знаю, судьба, наверное, меня так подсказала, мне этот город Севаз. И мне очень помогли мои учителя поступить. Кудрет Ходжа мне очень помог. Поэтому, как бы, выбора не было у меня. Судьба, так скажу. Город Десилас. Мы, конечно же, еще побеседуем. А если сказать, что непосредственно касается программы Erasmus, какие документы пришлось подготовить для поездки? По поводу документов. Могу сказать, что все документы у студента есть. Практически проблем у меня не было с документами. Это самые банальные, от фотографий до суплиментов, оценок. Ну, все, как бы, не было проблем. Единственное, по-моему, сейчас нужно открывать визу. И очень важные условия – это знание английского языка, знание, если в Турцию едешь, турецкого языка. И хорошие оценки должны быть. То есть вам очень повезло? Мне очень повезло. Вы правы. Ну, как прошла вообще адаптация в новом ВУЗе с новыми студентами вообще в другой стране? Я когда туда ел... Ну, это вообще очень такой смелый шаг был с моей стороны. Но меня поддерживали и мои учителя в университете, которые сказали, мы в тебя верим, ты сможешь. На тот момент, когда я ехала в Турцию, если сказать правду о моем уровне турецкого и гагаузского языка, я учила гагаузский язык в течение года. Турецкий язык я учила на курсах турецкого языка в нашей библиотеке турецкой. К весне я закончила уровень А2 турецкого языка. Когда я поехала в Турцию, ну, это было сложно. Во-первых, это был мой первый выезд за границу. В страну, где ты, как бы, языка, как бы, понимаешь, но не особо. Доехала я до этого города Севас. Меня там встретил, вот, в Севасе в университете работает внук Дмитрия Карачабана. Дмитрий Карачабан. До моей поездки туда мы с ним связались. И он очень мне помог, когда я приехала, он меня встретил. Он мне помог с общежитием, помог познакомиться с городом. Поэтому я туда приехала, не одна уже была какая-то поддержка. И вот с этой поддержкой было гораздо легче. С адаптацией тоже было легко. У нас в Erasmus офисе очень хорошие координаторы, которые, ну, принимают тебя такой, какая ты есть. У меня английский, ну, так себе, средненький. Турецкий, ну, тоже чуть-чуть ниже, чем средненький. И мои координаторы там по поводу документов мне объясняют там что-то. Поняла? Я такая, м-м. Они другими словами объясняют, и на английском, и на турецком. Такие, поняла? Я так, м-м. Да ничего, как бы, стресс я там не пережила. Они понимают, что я не понимаю. Ну, они, надеюсь, тоже не пережили стресс? Я тоже на это надеюсь, что у них тоже не было стресса со мной. Но один день, второй день, одна неделя, вторая неделя, месяц тебе сложно по поводу языка. Учишься, учишь новые слова. Каждый раз видишь, что с каждой неделей ты понимаешь все больше. С каждой неделей ты понимаешь, что ты говоришь лучше. И вот эти маленькие улучшения каждой недели, каждого месяца давали мотивацию продолжать. И из-за того, что у меня очень хорошие люди были вокруг меня, которые всегда мне помогали, это были и русскоговорящие, и студенты хорошие, и учителя хорошие, которые меня в университете очень хорошо приняли. Я не могу сказать, что адаптация была какой-то очень сложной. Нет, наоборот, все очень, очень хорошо, все прошло. Нахождение в чужой стране и в чужой среде, ну, так скажем, не в чужой, а в новой среде, закаляет человека? Конечно, закаляет. Какие качества приобрели, находясь в другой стране? Я хочу так сказать, что закалилась я здесь, туда я поехала уже закаленная. Я уже готова была, наверное, к этой поездке, но со временем, ко времени, тогда, когда я уже была готова туда поехать, я поехала. И поэтому стресса у меня там не было, потому что стресс я уже пережила здесь. И там, думаю, ничего страшного как бы не случится. Какие качества я приобрела? Конечно, жизнь в другой стране меняет человека. Конечно, когда ты приезжаешь в страну, ты начинаешь жизнь, ну, практически с чистого листа. Это новый город, где ты никого не знаешь, тебе нужно вокруг себя создать какое-то окружение, найти каких-то друзей. И в таких моментах единственный человек, которому ты можешь наверять, который тебя поддержит, это ты сам. Именно в таких моментах ты понимаешь, кто ты есть, как ты можешь справляться с трудностями, как ты умеешь общаться с людьми. Именно вот в таких моментах ты понимаешь лучше самого себя и на что ты способен. И поэтому не могу сказать, что я как-то в Севасе изменилась, какие-то качества приобрела. Я просто узнала, какие качества во мне есть и просто узнала саму себя. Открыли себя с другой стороны в некоторых моментах? Что-то новое открыли в себе? Конечно. Способности? Способности, говоря о способностях, я думаю, что я научилась там общаться с людьми. Потому что из-за того, что у меня были проблемы с языком, да, мне нужно было говорить на турецком, но помимо турецкого есть и другие языки. Это язык тела, это мимика. Из-за того, что ты не понимаешь, что люди тебе говорят, с какими намерениями они тебе приходят, развивался этот навык наблюдать за людьми. Как они себя ведут, как они смотрят, как они реагируют. Потому что помимо слов есть еще и другая информация. И, наверное, с этой стороны вот этот навык наблюдения за людьми, общения с людьми, он у меня немножко выработался. Это плюс. Это плюс. Один из плюсов данной поездки. Какое впечатление производит учебная программа в принимающем университете? Говоря о учебной программе и вообще системе образования, конечно, отличается от нашего университета. Вообще от системы образования в Молдове. Мне очень понравилось. Другое, но мне понравилось. Рассказываю, почему. Во-первых, там уроки не начинаются с восьми, начинаются там с полдевятого, в девять, там в десять, в зависимости от расписания. Что немаловажно для молодежи. Что немаловажно для молодежи. Уроки длились не так долго. Наверное, одна пара длилась 90 минут. И если учитель рассказывал тему полностью, до конца он мог отпустить студентов. И относительно Молдовы в Турции у меня было больше свободного времени на свои какие-то дела. Не было домашних заданий. Это тоже меня очень удивило. Но за семестр два раза были экзамены. Это осенью и зимой. И из-за того, что нет домашних заданий, но как бы на экзамены все равно как-то нужно готовиться. И это тоже очень классный момент, потому что ты сам выбираешь время, когда тебе учить. Ты сам выбираешь время, когда тебе там развлекаться. И твоя судьба, по сути, в твоих руках. Нас здесь учителя заставляют. Нужно учиться, нужно учиться. А там тебя никто не заставляет. Хочешь – учись. Хочешь – не учись. Но если не сдашь экзамен, останешься на второй семестр. Или вообще не сдашь, останешься вообще, не получишь специальность. Поэтому судьба студентов в руках самих студентов. Ну, потому что осознанно идут на приобретение специальности. Так получается? Вышеучебное заведение. Как вы сдали сессии? Я сдала сессии. Сдала хорошо, но сдала хорошо благодаря моим преподавателям. Мои преподаватели в университете, но они – вау. Мягко говоря, вау. Со всеми я очень подружилась. Все меня очень хорошо приняли. Как Erasmus студента. Все понимали мой уровень турецкого языка. Я там учила турецкий язык, преподавание турецкого языка в турецких школах. По идее, я уже должна была знать турецкий язык. И уже на уроках мы учили, как, который, знающий турецкий язык, должен преподавать его в школах. Но немножко сложно было. Ну, прям хорошо сложно. Но я учила. Я учила, особенно в первый семестр, все незнакомые слова. К экзаменам я тоже готовилась, тоже учила, зазубривала наизусть темы, вопросы, которые преподаватель нам давал. И на экзаменах, наравне со всеми, я отвечала на вопросы, то, что учила, писала. И поэтому учителя видели, я старалась, учителя видели мои старания. Поэтому с экзаменами и с оценками за экзамен как бы не было проблем. Сдала хорошо благодаря моим учителям, очень классным учителям. Ну и тот момент, как же все-таки воспринимают и относятся к молодежи, приехавшим из тюркского мира? ГГУЗам, в частности. Это очень интересный момент, потому что куда бы я ни пошла, будь то университет, будь то в самом городе. Даже я, когда только в Стамбул приехала, вот в сентябре, билеты покупала в Сивас. И вот я стою там на кассе и спрашивают, это мужчина видит, что я банчи, спрашивают, нере ли с ним, мол, доволы им. А мы гагаузь тюркин. А, гагаузь тюркин. Тюрксин. Без бельёра сезин оглан-оглан в Тюркске, без дуйдук, бян гердым, там, ютуб-тагердым, бян. Сивас, то же самое. Со мной общались, спрашивали, откуда я. Я говорю, я из Молдовы, но бян гагаузь тюркин. А, гагаузь тюрксин. Я банчи дюльсин, озаман буйздэн тюркчин. А, бисан латык. Я могу сказать, что когда я говорю, бян гагаузь тюркин, отношения более тёплые становятся. И все говорят, я банчи дюльсин, сэн тюрксин, тюрк эрин мэлисин. И вот из-за того, что ко мне везде не было ни одного момента, когда ко мне кто-то как-то плохо относился, все очень по-доброму, очень тепло относились. И, конечно, это даёт мотивацию тебе продолжать, несмотря на трудности. И, конечно, когда ты говоришь, да, гагаузь, это абсолютно меняет многое в отношении к тебе. Какие ресурсы были предоставлены в процессе обучения? Ну, имеется в виду, может, библиотеки имелись, онлайн какие-то, ну, не знаю, курсы, лаборатории для студентов. И хочу отметить здесь, что Севастский университет очень большой. Я не думала, что когда-нибудь в жизни увижу, что это такое. Это большой, маленький студенческий городок. Во-первых, в университете учатся 50 тысяч студентов. У нас в Камраде живёт 25 тысяч человек, а там только студентов 50 тысяч, не считая персонала и учителей. Это действительно студенческий городок, где один факультет имеет одно знание. У нас один университет, одно здание, а там факультет имеет одно здание. И кампус выглядит факультеты-факультеты, кафе-кафе-кафе, там ещё какие-то центры для изучения языков. Ну, это что-то вау. И ходишь вот по кампусу, и везде молодёжь, везде студенты, везде учителя. Очень классная атмосфера. И, конечно, для такого большого количества людей созданы все условия для развития и для самих студентов. У них очень большая библиотека для студентов. Электронная. Ну, электронная не могу сказать, но ты заходишь, ищешь книгу, которая тебе нужна. Там стоит такой стендик электронный, ты вбиваешь, есть такая книга, нет такой книги сам. Тебе показывают, где можно взять эту книгу. Ты берёшь сам книгу. Есть залы в самой библиотеке, библиотека большая, где можно читать и заниматься уроками. Потому что многие студенты живут в общежитиях, в общежитиях неудобно учиться. И многие приходят в библиотеку учиться. Этого я увидела в первый раз в моей жизни. Я увидела, чтобы студенты учились в библиотеке. Но когда ты заходишь в зал, зал полный студентами, особенно перед экзаменами. Вам часто приходилось в библиотеку заглядывать, заниматься, учиться там? Да, в первом семестре я в библиотеку ходила, занималась, к экзаменам готовилась. Кроме библиотеки есть молодёжный центр. Молодёжный центр там тоже предоставляет какие-то курсы. Туда можно приходить с друзьями поиграть в шахматы. Можно учить английский. Можно заниматься какими-то своими делами. Несколько таких есть для студентов. Досуга для студентов в нашем университете в Севастополе более чем достаточно. Всё очень хорошо они устроили. Вы общались со многими студентами. Понятно, у вас был свой круг. Это были русскоязычные студенты, либо тюркоязычные? Да, это были русскоязычные студенты. Вот, наверное, поэтому вам не хватало общения на турецком языке, чтобы больше разговорную речь выучить, да? Культурные различия между представителями разных стран тюркского мира какие увидели? Наши различия и тюркского мира? Да, да, да. Конечно, культура отличается. Наша культура отличается от культуры турецкой. Это, наверное, больше, ну, как на мой взгляд, это то, что я увидела. Потому что я такая. И, конечно, больше то, как люди складывают отношения друг с другом и то, как они общаются друг с другом. Например, я увидела в Севасе точно люди более теплее, седжак-канлы, более добрее друг к другу. Я увидела, что они по-другому строят отношения между друг с другом. Не лучше, не хуже, просто по-другому. У нас здесь немножко по-другому выстраиваются отношения. Конечно, по поводу культуры, там у нас религия другая, соответственно, традиции, обычаи другие. Там ты тоже приезжаешь, у тебя культурный шок. Такой. Религиозные отличия сразу видны. Приезжаешь и культура еды той же кухни тоже другая. Ты такая, вау, мясо, везде мясо, мясо, везде чай, чай. Конечно, это тоже другое. Но турецкая культура мне пришлась очень по душе. Что запомнилось больше? Это кухня, это достопримечательности в Сивасе. Что? Если, ну, сложно, конечно, отвечать на такие вопросы, что запомнилось больше всего, потому что много событий прожито. Целый год я, нет, я не целый год в Сивасе прожила. Я всю свою жизнь как будто прожила в Сивасе. Но настолько событийно прошел мой год, настолько много мероприятий было за этот год, что очень сложно вспомнить, что именно запомнилось. Я фотографии выбирала, не могла выбрать, какие фотографии выбрать. И такая ностальгия у меня по тем временам. Ой, как было классно. Но вот если говорить о том, что запомнилось, я жила в общежитии с девочками. Четыре девочки у нас в общежитии были, в комнате. Четыре девочки. Вот оттуда пошел русский язык. Потому что одна девочка была Ахыска-Тюрк, с Кыргызстана, знает русский. Вторая девочка, Кыргыз-Тюрк, из Кыргызстана, с России, которая тоже знает русский. И девчонка-турчанка, Гюль, с которой мы говорили на турецком. И она нам всегда говорила, что вы говорите на этом русском, я ничего не понимаю. И девчонки, ну настолько мне с ними повезло, из десяти тысяч я попала в самую лучшую комнату. В общежитии живут десять тысяч девочек. Настолько большое общежитие. Из этих десяти тысяч девочек я попала в самую лучшую комнату, мне кажется, в этом общежитии. И вот с ними в общежитии мы очень хорошо построили отношения друг с другом. Я уходила там утром, приходила вечером, девочки тоже занимались все своими делами в течение дня. И мы когда вечером приходили, ставили чай и начинали разговаривать, кто у кого, у кого что случилось, кто с кем виделся, кто что кому сказал, ха-ха, хи-хи. И вот эти вот вечера, которые я проводила с девочками, но они очень запомнились. И, наверное, расставание с девочками по комнате было самым тяжелым. Какие места в городе и вообще в стране в Турции успели увидеть, успели побывать? Скажу честно, я не очень путешествовала по Турции. Севас, говоря о Севасе, город маленький, все достопримечательности прямо в центре города. Никуда не надо ходить. Пришел в центр, посмотрел мечеть, посмотрел там какие-то медреси, походил в кафе. На этом как бы все. Ну, Севаса я очень люблю. Кроме Севаса в Анкару мы поехали с друзьями. И через Стамбул я еду в Севас. В Стамбуле тоже мне удалось попутешествовать, благодаря тоже моим друзьям. Везде понравилось. Везде понравилось, потому что везде Турция. А я в Турцию влюблена. Поэтому все нравится. Какие советы можете дать будущим участникам программы «Эрасмус»? Наверное, я воспользуюсь советом моей преподавательницы Гюлю Ходжи. Не выбирать университеты, потому что университет сам тебя выбирает. Твоя судьба, если это суждено, ты туда попадешь. И если кто-то боится куда-то по программе «Эрасмус» в какую-то другую страну из-за незнания языка, из-за изменения вообще всей твоей жизни, могу сказать, не бойтесь. «Эрасмус» — это лучшее, что может случиться вообще со студентом. Это самая классная возможность у студентов, которая только может быть в университете. Поэтому «Эрасмуса» точно бояться не нужно, потому что ты приезжаешь в этот город, там есть офис, координаторы, которые тебе всегда будут помогать. И это очень помогает узнать самого себя и что ты действительно хочешь делать в этой жизни. Для студентов это очень важно. Поэтому советую не бояться и верить самому себе. Татьяна, а если бы была еще одна предоставлена такая возможность через университет поехать по программе в другой какой-то, не знаю, город, воспользовались бы? В Турцию? Ну, не знаю. В Турцию, да. Поехали бы, да? Да, конечно, это шанс. Очень большой шанс узнать и другую культуру, и самого себя, и познакомиться с новыми людьми. И это, конечно, открывает тебе новые дороги. Сколько вам еще осталось обучаться на факультете Гагаузского и Турецкого? На факультете Гагаузского и Турецкого мне еще два года. За эти два года... ...бират за итерк Harlem. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да.